3,5 тысячи тонн. Столько металла ушло на строительство Фрунзенского моста. И это еще не финал. Сейчас заканчивается бетонирование подводной части шестой опоры. На левом берегу реки Самара идет сборка пролетного строения. Посмотрите на эту огромную металлическую конструкцию. Это пролетное строение. Именно та часть моста, которая в будущем будет над рекой. А сейчас ее собирают по частям на берегу. В середине апреля по обеим сторонам от этого блока установят 4 огромных домкрата. По 880 тонн каждый. С помощью них и канатов пролет будут как бы надвигать на мост. И, как объясняют строители, такую технологию здесь разумнее всего использовать. Устраивать какие-то промежуточные опоры в воде, но это очень дорого и нецелесообразно. Если бы это, скажем, было путепровод, то можно было бы просто монтировать кранами с устройством временных опор. Надвижка – это единственный экономически оправданный способ. В этом году строители планируют завершить 6 из 8 опор моста и собрать половину пролетного строения. Погодные условия влияют очень сильно на сборку металлоконструкции. То есть технологическое расширение металла и бетона, они разные. И металл очень сильно при нагреве расширяется. Это все заложено в проект, скажем, на нашу скорость это не влияет. Работы на стройплощадке идут в круглосуточном режиме, на двух берегах. Задействовано более сотни человек. Завершить строительство Фрунзенского моста планируется до конца 2018 года. Валерия Макарова, Константин Головин. События.